Особое мнение на 101FM Мы сегодня с вами пройдемся не только по вопросам образования Что делаем каждую нашу встречу Но и обсудим вопросы, выходящие за эти рамки Все-таки не поздно еще подводить, я думаю, итоги вышедшего 2018 года И хочу задать вам этот вопрос, предложить эту тему, как и другим нашим гостям Давайте подведем итоги все-таки 2018 Какие три события вы считаете главными для нашего города, для нашего региона в ушедшем году? Неважно, со знаком плюс они, со знаком минус, это уж как получится Отрицательными они будут или положительными в вашем понимании? Итак, три события Я вот вчера специально поинтересовался еще раз, перелистал, так сказать, все те сообщения Ту информацию, которая была Что было за год вы имеете в виду Да, что было за год, да И у меня такой формировался вывод, что область прошла без каких-то серьезных потрясений Но и без таких больших громких событий Ну, были, конечно, события такие, как, например, вот новая школа в Урванцево Это спортивный комплекс в Вересняках Были и со знаком минус Много трагических случаев произошло на дорогах и так далее Но больше всего, мне кажется, что всех нас на 2018 год поразил тем, что правительство преподнесло много сюрпризов И первым, или основным таким сюрпризом была, конечно, пенсионная реформа И вот то, что сейчас закон уже вступил в силу Это сразу же начало, в общем-то, как бы настораживать тех людей, которые должны были выйти на пенсию Потому что их сроки, сроки их выхода на пенсию сразу же отодвигаются В общем, повышение пенсионного возраста мы ставим в разряд этих трех ключевых событий, на ваш взгляд Ну, если брать в масштабах страны, то, конечно, меня очень порадовало то, что мы запустили, наконец-то, первую очередь Крымского моста Это, конечно, грандиозное сооружение Я думаю, что оно сыграет и будет играть очень большую роль в развитии того региона Сами уже видели Крымский мост? Может быть, была возможность поехать уже? Не получилось Ну, а еще одна неприятная вещь, на мой взгляд, это, конечно, повышение НДС И то, что в прошлом году начался рост цен на бензин И вот сейчас, я думаю, что в ближайшее время мы все почувствуем все это на своих, так сказать, кошельках Поскольку цены неминуемо начнут ползти вверх на продукты, питание, на товары И это, естественно, скажется на всех на нас Так что 2018 год был, ну, не был таким воодушевляющим на какие-то очень позитивные события Больше всего, мне кажется, что здесь произошло таких вещей, которые негативно сыграют Не только на прошлый, вот так сказать, на прошедший год, но и на будущее Анатолий Михайлович, если... понятно, хорошо Если сосредоточиться на... если уж так простым языком говорить На каких-то надеждах, на каких-то ожиданиях от 2019-го На что ваши мысли нацелены здесь? Чего вы ждете? Ну, понимаете, я... В том числе и с вашим, возможно, участием в том, что вы сейчас принимаете Вот поскольку мы все же ожидали, президент в 2018 году, и я на выборы заявил о том, что стране нужен прорыв Что мы должны начать действительно двигаться, прежде всего, в развитии экономики, в развитии социальной, в защите социальной и так далее, и так далее Но как-то так получилось, что постепенно все эти надежды, они постепенно сошли на нет И даже сегодня мы не знаем, чего ждать Потому что вот я тут вчера где-то посмотрел и наткнулся на такую информацию Что в недрах правительства Государственной Думы готовятся некие законопроекты Которые, по всей вероятности, ухудшат еще более медицинское обслуживание населения Ухудшат состояние образования Это что конкретно вы имеете в виду? Я не буду сейчас это говорить, потому что, может быть, все это слухи И не стоит лишний раз это подчеркивать Но дело в другом, что... Ухудшат, в смысле, менее доступным оно, или что будет? Какие-то нюансы имеются? Поскольку, так сказать, разговор такой есть Я не буду сейчас просто говорить, не надо Это, наверное, информация, которая просто на сайте выскочила Я прочитал ее Но я к тому, как это говорю, что, понимаете Нет такого выдушевляющего какого-то посыла Который бы давал возможность надеяться Что в 2019 году на самом деле произойдет какой-то перелом Произойдет такая ситуация, когда страна начнет подниматься Потому что мы все ее чувствуем Ведь информация идет очень много Вот меня, например, недавно поразила информация Что вся алюминиевая промышленность России Вдруг с подачи дерибаски ушла под руководством Минфина Соединенных Штатов Америки Мы потеряли целую отрасль Оказывается, что у нас и наша нефтегазовая промышленность Тоже наполовину уже не наша И половина всех доходов от этой нефтегазовой промышленности Тоже идет не нам То есть не в казну государству А как можно радоваться Или, так сказать, надеяться на что-то Если не переломить эту ситуацию Поэтому, естественно, что нужна какая-то такая сила Которая бы способна была поменять вектор развития нашей страны И тогда, надеюсь, у нас появится много интересных вещей Которые воодушевлять будут каждого из нас Можно я свой пример приведу? Помните, новость была в декабре Руководство нашего региона встречалось с китайской делегацией И обсуждались вопросы переработки леса, если не ошибаюсь На наш кировский лес Я на выходные новогодние приезжаю на родину, в деревню Общаюсь с земляками И они так недоуменно восклицают А мы тут слышали, что лес в Кировской области продали китайцам И называют сумму 200 миллиардов рублей Я, честно говоря, не нашелся, что ответить Мне как-то стало сразу... Чего не знает, того не знает В ступор поставили Я помню, что была вот такая новость Обсуждались эти вопросы Но там, по-моему, фигурировала сумма в 12 миллиардов А тут прям 200 и продали китайцам разом Я где-то краешком уха услышал Можно сесть просто Что это якобы идет в развитии Вот они у нас получают здесь в качестве готовой продукции спички Которые везут к себе туда И даже субсидируют эти перевозки за собственный счет Не знаю, глубины этого вопроса не могу как бы осветить Но так беда в другом Что вот мы говорим о коррупции Причем коррупция там, так сказать А коррупция в громадных масштабах сегодня процветает И никаких конкретных мер против борьбы Или в борьбе с этой коррупцией Ну, не видно сегодня И вот это настораживает сегодня Это пугает людей Как-то их настраивает на другие мысли и так далее Но ведь есть поговорка или не поговорка Нет ничего хуже, чем жить в каком-то неопределенном состоянии В какой-то затянувшейся депрессии Когда ты не видишь банального света в конце тоннеля Когда не видишь и не знаешь, какие цели их перестают Ведь вот 10 лет страна переживает некий кризис Мы практически не развиваемся Ну, что такое 1%? Ну, 1,7-1,8% Промышленного роста вы имеете в виду? Или ВВП? ВВП Это настолько мало Вот совершенно, опять же Я постоянно же слежу за теми событиями, которые происходят Читаю много Маленькая Словакия Я был в 2015 году в Словакии И видел, как эта страна живет и развивается И оказалось, что эта страна обогнала Россию Только по заработной плате Она обошла нас в 2,5 раза 85 тысяч рублей средняя заработная плата Если на рубли пересчитывать Да, это на рубли пересчитывать То есть везде, во всем Она нас обходит Поэтому мы когда говорим, что она страна большая У нас денег не хватает и так далее Но страна Словакии это вообще Это что-то такое маленькое Каждую пятницу Мы совершаем поход в музей, на концерт, выставку, в кино В общем, культурно обогащаемся Причем тратим на... И списывать все на то, что у нас много чего И, как говорится, не хватает Анатолий Чурин Депутат областного законодательного собрания Руководитель областной системы образования С 98 по 2015 годы Заслуженный учитель России Темы образования мы еще, конечно, будем поднимать Но перед этим успеем поговорить о мусорной реформе Это будет через полминуты Столько продлится наша пауза Особое мнение на 101FM Ну, я знаю, что тревожит вас этот тоже вопрос Буквально накануне Нового года мы узнали Сколько будем платить за вывоз мусора По новым правилам люди негодуют, возмущаются И в интернет свое недовольство выливают И все новогодние праздники выкладывали Да, фотографии переполненных мусорных контейнеров Ну, надо отдать должное региональному оператору Компании Куприт Тоже свой паблик ВКонтакте Создала компания И отвечает на все вопросы И выкладывает фотографии, свидетельствующие О результатах деятельности Ну, давайте с общего вопроса В общем и целом, как вы, Анатолий Михайлович Если вернуться к тому, что вы сказали Есть и надежды какие-то Вот надежда Сразу с первых дней Нового года Нам преподнесли некий сюрприз Один из сюрпризов Причем настолько неожиданный И такой коварный Что вот я на своей, так сказать, шкуре испытал Что это такое значит Я вчера целый день занимался Чтобы вывезли мусор Никто мусор не вывозит Это где? Что за населенный пункт? Мы живем в Аталиице И там весь поселок остался без бачков Хотя у нас Баки убрали? Да, браки убрали совсем Их не было Нас заставили купить А когда это произошло? Это прошло два года назад Заставили нас купить Специальные бачки Индивидуальные Индивидуальные И вывозили Мы за это оплачивали Соответственно, так сказать Причем это было достаточно удобно Раз в неделю машина приезжала Выгружала контейнер Мусор увозили И цена ведь приемлемая Приемлемая была 50 рублей, по-моему, или больше Где-то 500 рублей в месяц Мы платили за 4 раза У нас в районе сотни рублей Звучала информация Ну и вдруг все это остановилось И с 20 декабря Мусор перестали вывозить Куда его девать? Нигде бачков нет И я вчера набрался, так сказать Смелости или наглости Нашел людей, которые занимаются Это в новом операторе Куприд Звонили в Куприд? Мне попалась очень На мой взгляд Очень грамотная И очень ответственная женщина Которая работает сегодня С клиентами юридическими И физическими И она мне вчера Эту проблему помогла решить Но это ведь разовое Только, так сказать А вот дальше что? И причем Что произошло-то? Привезли и что? И увезли мусор? Нет, якобы Якобы старая Вот эта организация Которая вывозила мусор Она должна еще месяц Январь Этот мусор вывозить Но никто ведь нам Об этом не сказал И мы Откуда знаешь? И вот вчера Она помогла это сделать Вчера у нас бачки Посудила по всему поселку Опустошили Машины прошли Вывезли этот мусор А сколько их так примерно? Этих бачков Ну я, честно говоря, не считал Десятка, может два, полтора Бог все знает Кто сумел, купил Кто, так сказать Пользовался как-то Вот И вот сейчас мы ждем До конца января Еще надежда есть Что у нас этот мусор заберут А вот что дальше? Мне говорят Что там у нас По всему поселку Бачки уже наставлены Мы специально прошли Все По всему поселку прошли Нашли только один бачок Который брошен прямо в сугроб И все И больше никаких бачков нет То есть Но вот говорят Я пообщавшись Когда С специалистами Мне сказали Что этим должно Заниматься сегодня Тероуправление Первомайского района Что они якобы Размещают Вот эти точки Ставят эти Определяют точки Куда будут размещаться Бачки и так далее Но вчера я вот не смог Зазвиниться Тероуправление Так сказать Человека на месте не было Поэтому постараюсь Выяснить Что Но беда в другом Вот сразу же Бросается в глаза Резкое увеличение Стоимости услуги По сути дела Я вчера посмотрел Переговорили Когда в три раза Резко увеличиваются За что? И что изменилось? Почти пять рублей С квадратного метра Что изменилось? И поэтому Вот я думал Как же сделать так Чтобы было Не обидно И многодетным семьям Которые Так сказать На самом деле Их много В семье допустим Пять-шесть человек И нужно было платить Если с человека Или так сказать У кого квартира Вот у меня у мамы Была квартира 63 квадратных метров Она одна Должна была платить За мусор Хотя много ли от нее Мусора Во-первых 315 рублей Собственно говоря Мусор-то не снимает Ведь не с квадратного метра Мусор откуда берется У нас с вами сегодня Мусор берет От упаковок в основном Но от обработки продуктов Каких-то Когда идет Приготовление пищи И это все вдруг Вот так сказать Стало такой проблемой И причем Проблема очень серьезная И если сегодня Правительство нам Добавило Какие-то средства К пенсии Добавило То вот эта Мусорная реформа Она все заберет То есть Одна мусорная реформа Сразу все снимет Поэтому я не знаю Насколько уж Так сказать Правильно было принято решение Вот так В городской части Брать с квадратного метра А в сельской местности Человек Мне кажется Нужно было просто Брать везде В городе И в районах С домовладения Определять Какую-то некую Среднюю величину Стоимости Чтобы она не была Такая вот Как в разы Увеличивающая Возрастающая То есть в городе С квартиры В городе С квартиры Семь Чтобы они имели Возможность Тоже платить И тогда Ставь на свои места На мой взгляд Ну не знаю Там специалисты Наверное решали Все эти проблемы А по вашей оценке Какая сумма была бы Адекватная Для домовладения Как вы сказали Учитывая наш уровень жизни То что я платил 500 рублей В месяц 500 рублей Ну Это с вывозом А если без вывоза То это наверное Еще меньше должно быть Поэтому это было бы удачно И потом Еще интересная вещь Всех поставили Перед фактом И никакого выбора Права выбора нет Я говорю Хорошо Ну давайте Оставим меня так Как было Мне удобно Приезжайте И забирайте Говорят Нет нельзя Почему А потому что Вы будете платить И за то что Вообще за мусор Будете платить И за вывозку Еще будете мусора платить То есть дважды получается Ну наверное Тоже несерьезный подход Надо определиться Как быть на самом деле Чтобы удобно было людям И вот на сегодняшний день Эта проблема Очень беспокоит Вот вы заметили Да Анатолий Михайлович Говоря о мусорной реформе Мы используем Такие слова Как якобы Вроде Наверное Не знаю Вот видите да Реформа уже в действии А столько пробелов Информационных Ну вы помните Поговорку Хотели как лучше А получилось Ну Виктор Степанович Да В свое время выдал Как всегда Но вот Таких очень часто Почему-то у нас получается Никто не просчитывает Разные так сказать Условия жизни Кто-то спустил Какие-то нормативы сверху Но нормативы Что мусор стал дороже Сразу вдруг В три раза Или как Или вывоз Его подорожал Ну не знаю Это Во-первых Ну те же самые свалки Они остаются И еще Более того Их узаканивать Собираются Эти свалки Которые Раньше Незаконно действовали Это вообще Непонятно Раньше было противозаконно Там складировать А сейчас Это будет легитимно Будет все В рамках закона И все Да Трудно конечно Оценивать Что будет далее Но все-таки Хочу повторить Что Региональный оператор Ну Предпринимает попытки Ну дай бог Если там грамотные Разъясняются Разъясняются Да И наконец-то Какую-то Наработают практику И подправят Эту практику Так сказать Поэтому Конечно потребуется Определенное время Но ради чего Все это было делать Непонятно Ну Спасибо видимо Нужно вам Сказать за ваш Такой социально ответственный Поступок За то что вы За весь свой Населенный пункт Позвонили И все-таки Приехали И решили проблему Увезли Накопившийся мусор Что будет дальше Посмотрим Да Давайте сейчас поговорим О работе вашей В качестве депутата Фракции КПРФ УЗС Напоминаю Хотелось бы Чтобы вы сейчас Поделились планами Возможно Какие-то зреют законопроекты Пленарного заседания Как известно В январе нет Ну это из года в год Так бывает У нашего регионального парламента Да Мы сейчас Подготовили Целый перечень вопросов Которые мы предлагаем Зак Собранию Рассмотреть На комитетах И рассмотреть На пленарном заседании Мы фракция КПРФ Да Фракция КПРФ То есть мы подготовили Я не могу сказать Какие вопросы Будут сегодня Включены В повестку Зак Собрания В повестку Комитета по социальным вопросам Говорите что подготовили Вот Что обсуждали Но например Нас очень интересует Меня по крайней мере Поскольку я вносил Такие предложения Меня интересует Например Вообще Как развивалась Наша территория Кировская область За 2018 год То есть Мне сегодня интересно А как же мы И как будет развиваться Территория В свете указов президента Майских указов президента 2018 года Потому что там целых 12 направлений И как она будет развиваться Не просто Как будут развиваться Отрасли Понятно как отрасли А как будет развиваться Территория Кировской области То есть не речь идет О концептуальных Каких-то моментах Как комплексный подход Как будет развиваться Комплекс на нашей территории Потому что мы сегодня Все говорим Ага у нас В образовании там появилось что-то, в здравоохранении появилось что-то и так далее, и так далее. А это как сказывается на жизни всего населения Кировской области? Вот это хотелось бы понять. А какой бы вам ответ хотелось получить, задаваясь таким вопросом? Это конкретный отчет, документ? Мне хотелось бы понять вообще логику планирования, которое должно вестись в сегодняшнем условии, исходя из тех проектов, которые предлагает правительство Российской Федерации, и на которые спускаются сегодня очень немалые деньги. Как это все будет? Как это повлияет сегодня на жизнь людей? Ну вот например, те же самые детские сады, их строят значит, в какой-то степени мы снимаем очень серьезную проблему. И также в других отраслях будут решаться в здравоохранении и так далее, и так далее. Поэтому вот очень много проблем, которые как бы нужно поднимать. Нет, Анатолий Михайлович, я просто пытаюсь понять, как это в реальности может выглядеть. То есть человек должен выйти и отчитаться, или доложить. Это правительство должно проинформировать. Это так же практикуется, такая практика. Так подождите, а отчеты у нас, по-моему, всегда по итогам года публикуются? Нет, отчет, я понимаю, что отчет, он наверняка есть. И там отчеты наши, вот я и говорю, как они, отчеты эти формируются. Отчет идет по отраслям. То есть, такая-то отрасль развивалась, там сделано вот-вот-вот. Понимаете? И за этой отраслью не видно, а как же развивается конкретно. А, понял. Вам хотелось бы, чтобы была туда, чтобы вдохнулась туда жизнь, вот реальное отображение нашей повседневности. Понял, понял. Допустим, тому же Афанасьевскому району, что это дало? Пижанскому району, к примеру. Вам интересен не сухой язык тех же цифр, а отражение конкретных процессов. Это мы знаем, что деньги пришли на эти деньги, то-то, то-то, то-то. А в итоге-то что произошло-то? Иначе никто это, если не будем считать, то... Ну и поэтому я надеюсь... Меня, например, очень интересует, вот, а почему провалилась программа с промышленными парками? Вот я информацию эту, так сказать... Единственный в Ветских Полянах у нас остался. Увидел, да, и 80%, так сказать, все умерло. А почему? И что дальше собирается в этом отношении правительства делать? Все равно промышленность надо как развивать. Создали Министерство промышленного развития. Ну и дальше что? Как это будет все выглядеть? Меня очень волнует проблема сельских школ. Проблема сельских школ. Потому что сельские школы сегодня финансируются по нормативам, так сказать, и этих нормативов не хватает. И они фактически остаются без денег. И поэтому это ведет к таким перекосам очень серьезным. А что бы было выходом в этой ситуации? А выходом надо принять соответствующие поправки к закону, на мой взгляд, которые бы позволили финансировать малокомплектную школу по факту. То есть вот есть учебный план. Он обсчитывается, этот учебный план, легко. То есть его надо финансировать по полной. Должны быть ставки педагогов, психологов, так сказать, других. Они должны быть. Не сокращаться, они должны быть. Мы в прошлом году предлагали и вносили такие предложения. Я готовил эти предложения для губернатора. Что нужно на уровне федерации единый норматив по стране. Вообще финансирование отраслей. Здравоохранение, образование, культуры. И чтобы область уже, если у нее есть соответствующие возможности и доходы, чтобы она могла добавить к этому нормативу еще что-то. Но, к сожалению, пока вот ничего нет. Я не знаю. Так медленно все делается. В общем-то, проблема ясна, что сельские школы сегодня гибнут. Сельские больницы гибнут. И давайте мы поднимать будем. Нет. Все это тянется очень долго. Ну, это вы сейчас рассказали уже, наверное, больше о вашей деятельности в роли советника, да? По образованию губернатора. Или как депутата. Эти все предложения вошли в общий список предложений, которые фракция внесет, или часть внесла уже, часть внесет на ЗАГС собрание. То есть, что там из этих вопросов возьмут, я, конечно, не знаю. Но мне бы хотелось, чтобы эти проблемы были как-то подняты. И сегодня непонятно. Вот позиция правительства, например, с педагогическими кадрами. Дефицит кадров растет. А какие меры принимаются к этому? Пока никто ничего не говорит. Вот безо в чем. 50 тысяч, по-моему, в городе подъемных дают. Поэтому, ну, 50 тысяч. Потом, если взять медицину, вот нам говорят, да, медицина за последние годы меняется. Хорошо, пусть она меняется. Но почему сегодня пропагандируют только частные клиники и частные медицинские центры? А где государственные? Почему о них никто ничего не говорит? Поясните, что вы имеете в виду под пропагандой? Частная медицина. А реклама. А, рекламу имею. Телевидение. Рекламу, сообщение. Каждая новостная программа кировского телевидения заканчивается чем? Приходите к нам лечиться. Нет. Центр Нева. И еще там какой-то... И еще там... И все это идет. Это сейчас не реклама была, если что. Ну, для чего это все дело? Почему? А почему у нас не рассказывают о том, как работают наши поликлиники? Или почему вдруг с города Котельнича везут больную, у которой травма ноги какая-то, и в Котельниче вылечить ее не могли. Ее надо везти обязательно в Киров. Это получилось так же, как с мальчишкой из Магдиногорска. Магдиногорск – крупный промышленный центр. Там такие проблемы должны решаться на месте. Его решили повезти в Москву. Искали для этого самолет. Какой-то самолет, то ли Греф, то ли еще кто-то предоставил. Так это же смешно. Если у нас медицина будет только в Москве и в Кирове, а в населенных пунктах я уже не знаю. То есть вы предлагаете, сейчас на предложениях среоточимся, нашим государственным медицинским учреждениям активно себя... Так не только медицинским учреждениям. И что... Конечно. Надо рассказывать о том, чем живет сегодня эта отрасль, какие проблемы у нее сегодня, и что ей надо для того, чтобы она могла развиваться. Почему-то сегодня замалчивается. Вот я не знаю. Мы всегда старались. Я по своей практике помню. Мы постоянно старались вбрасывать в эту блок-сферу, не знаю, куда еще, в прессу информацию о том, что происходит в наших учреждениях. У нас каждое учреждение было заобязано рассказывать о своей деятельности. Сейчас почему-то все это ушло. И этого не стало. А это очень, как бы так сказать, неправильно, на мой взгляд. Вот поддержите вы меня, не поддержите, Анатолий Михайлович. На мой взгляд, вот как мы сейчас говорим... Отсюда. А мы-ка говорим о радио, да? Вот на мой взгляд, человек, когда он сидит в эфире, рассказывает перед тобой, и причем ты понимаешь, до чего компетентный и хороший человек. Вот сейчас мы имеем в виду доктора, да? Да. И ведь люди к нему потянутся. Конечно. Вот может я к тому, что к нам почаще, да? Чтобы приходили в том числе профессионалы, которых немало, слава богу, в государственной медицине. Но это разные формы могут. Может быть, статья в газете, может быть, телепередача, может быть, радиопередача. Это надо же постоянно что-то, так сказать, предлагать. Надо людям показывать, что у нас тоже есть какие-то возможности. А не просто, так сказать, ну, говорить, что вот клиника Нева, там все, у нее новое оборудование и прочее. Но клиника Нева. Вот я и боюсь, что не получится ли у нас так, что вместо бюджетных больничных, так сказать, больниц, появятся вот эти частные клиники. И все сведется к частному, так сказать. Ведь в частную клинику попасть легче, чем сегодня легче, на мой взгляд. Потому что я испытывал на собственной шкуре. Так так ведь многие поступают, не могут записаться на прием свою по электронику. Потому что, обращаясь в бюджетную больницу, говорят, извините, ребята, у нас тут очередь к специалисту, там, через месяц, через полтора. А тут позвонил. И что самое-то удивительно, что специалисты, которые работают сегодня в частных, они те же самые оттуда пришли. Из наших учреждений. Да, в первую смену они там, во вторую. Вот так вот. Вот зачем это устраивать, такие вещи? Это надо мышление другое. В общем, неправильно это все. Неправильно. По нашему общему оценочному суждению. Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования с 1998 по 2015 годы. С 1988, да, конечно же. Заслуженный учитель России. У нас подошло время рекламы. Полторы минуты, и мы продолжим. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Анатолия Чурина. Давайте поговорим по вопросам образования. Я накануне открыл специализированный сайт. Боже мой, сколько новшеств, сколько новшеств. Вот не все уместится, конечно же, в дальнейший наш диалог. Ну вот перед вами, в частности, да, коллеги наши из новостного отдела распечатали новость о том, что Роспотребнадзор, да, по-моему, готовит нормативы или уже подготовил, которые запрещают школьникам приносить с собой в школу, соответственно, продукты и блюда, приготовленные дома. Вот мама тебе-то собрала, там, да, бутербродик сделала, салатик какой-то положила. Нельзя все. Видимо, выгонять будут из школы, если заметят, что на перемене школьник это все употребляет. У меня истерика сейчас случится, если я дальше буду. Ну истерика, случится, наверное, не только у вас. Есть много таких детишек, которые, на самом деле, действительно берут свою еду. Он привык к домашней пище, он, так сказать, не может, может быть, употреблять что-то, то, что приготовлено в школьной столовой и так далее. Ну, хотя, с другой стороны, ведь стандарты-то должны быть и на людей с аллергиями, с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Все должны удовлетворять школьной едой. Должно быть все, так сказать. К сожалению, на практике бывает зачастую не так. Вот мы много раз ставили вопросы, что наши школьники нуждаются в бесплатном и хорошем питании. Ведь есть страны, где школьное питание бесплатное. Почему сегодня такая богатая страна, как наша, не может обеспечить питанием подрастающее поколение? Даже в свое время, помните, в советские годы, молоком, кефиром, так сказать, еще какими-то молочными продуктами каждый ребенок имел возможность, так сказать, выпить стакан этого молока. На подносе они стояли, подходил, брал и все. И я помню себя с детства, и нас так же, так сказать, у нас так же было. И потом, когда я еще работал в советское время в школах, везде все это было. Да, говорили, что много идет в отход, что дети не пьют и так далее. Но такая возможность была. И сегодня этой возможности нет. Сегодня, на самом деле, расслоение идет такое, что один ребенок может, так сказать, икру, как чуть не каждый день, а другой ребенок, извините, корка черного хлеба, и это та за радость. Поэтому то, что принимаются новые документы, он содержит какие-то, может быть, требования более жесткие, ну, дай бог, потому что сегодня ведь мы каждый день слышим на телевизоре, не ешьте эти продукты, не потребляйте эти продукты. Давайте газировку в школах запретим. Да, все, все надо запретить, потому что продукты никто не отслеживает. Сегодня в последних новостях я услышал такую вещь. Правительство и правительственные структуры Соединенных Штатов Америки не работают, потому что у них не принят бюджет. И у них, видите ли, перестали осуществлять ежедневный контроль за выпуском продуктов в стране. Система дала сбой, в общем. Да, система дала сбой, потому что никто не работает. То есть там есть такая система ежедневного контроля, может быть, даже ежечасного. Почему у нас сегодня такого нет? Почему нет? Я согласен с депутатом, какой-то депутат выступил, что, извините, если попадает на стол гражданина испорченные продукты, за это надо жестко наказывать, вплоть до уголовной ответственности. Но как же так? Почему травить собственный народ? Ну вот в том же предложении Роспотребнадзора содержатся моменты, касающиеся кислородных коктейлей, что дети их смогут в школах получать только на глазах у медицинской сестры, установить максимальное сохранение нарезанных бутербродов не более одного часа и так далее и тому подобное. Ну и еще тут вспоминаю законопроект накануне Нового года, предложенный депутатами Госдумы от фракции КПРФ, Справедливой России и ЛДПР, мол, давайте бесплатно будем ученикам младших классов давать соки, соки, кисломолочные продукты и молоко, причем за счет федерального бюджета. Ну это уже с бородой вопрос, да, это с большой бородой вопрос, и никак решиться никто на это не может, потому что нужны большие деньги, на самом деле большие деньги, потому что стоимость продуктов сегодня резко... А потенциальные поставщики-то, наверное, как руки потирают, ох, сейчас заключу контрактик, заживу, да? Ну дай бог, но если подумаешь, что вот только что, так сказать, прошла экспертиза опять масла, и в стране, на всю страну всего несколько сортов масла, которые можно считать безвредными, то, извините, это настораживает. То есть опять такой же запустить массовый поток вот того же кефира или там других молочных, а что в итоге мы получим? То есть контроля-то нет, то есть надо сначала систему выстроить, потом эта система должна работать. Ой, у меня предложение созрело, давайте выстроим вот эту, вернее, не выстроим, а возобновим, реанимируем эту систему, как она называлась-то, подшефные хозяйства, да? Закрепить школу за каким-то сельским... Базовая школа, базовое предприятие. С сельскохозяйственным предприятием. Вот дети съездили летом туда, поработали, а потом им, смотри, и картошкой, и морковкой, и молочкой. Дело-то было в другом. В свое время в сельской школе дети питались лучше даже, чем в городской. Почему? У сельских школ был свой пришкольный участок. Я как раз учился в такой школе и заканчивал такую школу. Зачастую он был не маленький. У нас был всегда приличный стол. Школа выращивала овощи под полную потребность годовую. Она варила варенье. Соленье. Все это выкладывалось на стол. Я помню, в том же Ужунском районе, в Садиновской школе, когда мы приехали, директриса выставила на стол эти банки, которые, так сказать, они за год... Трехлитровые, хорошие. На всю зиму. Все, пожалуйста, тут все витамины, как говорится, все в готовом хорошем виде. А сейчас же этого ничего не стало. Сейчас же от труда детей мы, так сказать, отлучили. Дети трудиться не могут. Мы не можем тем самым ничего сделать. Даже до ребенка класс не можешь заставить вымыть. Да, все это должно быть... А тут я очень сомневаюсь, что под контролем какой-то медсестры... Так не везде во всех школах и медсестры-то есть сегодня. Все же оптимизировано до такой степени, что, извините, пока ждешь медсестру, так и все, выпить-то некогда будет. В общем, я так понимаю, все сказанное можно свести к тому, что вы так неоднозначно оцениваете... Конечно, нет. Это может быть достаточно резко, но нельзя такие меры принимать. Ведь все, что было выверено, почему вдруг начали подвергать ревизии? Но ведь это, не знаю, из-за идеологических каких-то посылов или еще как-то... Но зачем связывать все с политикой, с идеологией? Надо просто делать, чтобы простому человеку было лучше. Вот и все. А зачем сегодня устраивать какие-то новшества, которые в конечном итоге неизвестно к чему приведут? Вот что беспокоит. Глава Федерального Министерства Просвещения Ольга Васильева в конце прошлого года заявила, что образование не услуга, а призвание. В том, что это услуга, родители убеждали последние 25 лет, чтобы развеять этот штамп, нужно, сказал он министр, ввести разъяснительную работу. Что это такое разъяснительная работа? При этом всем понятно, что находиться такому великому человеку, как учителю, в роли оказывающего услугу, но это никуда не годится, конечно. Давайте будем разъяснять. Так вот, посыл министра, на мой взгляд, совершенно неправильный. В каком отношении? Услуга, образование на самом деле это не услуга, но это не призвание. Всегда образование было социальным благом и социальным лифтом. Человек получал это благо из рук государства бесплатно, обеспечиваться конституцией равенства, доступа к образованию. А призвание – это уже дело каждого конкретного человека. Вот мое призвание – да, его призвание тоже может быть, но не в целом призвание учительства. Это тогда, если мы говорим, что образование – это призвание, тогда где ученик-то у нас получается? Ученик-то, он что от нас поучит? То есть работать ради того, что это ради работы? Да, ради работы, а в итоге мы должны работать для того, чтобы ученику было, человеку маленькому он растет. Поэтому, на мой взгляд, образование – это социальное благо. И мы от этого блага постепенно, так сказать, отказываемся. Я вначале сказал, я боюсь, такие разговоры, как говорится, где-то витают, а не сделайте нам сегодня необязательным общее среднее образование, а не сделайте нам только обязательным основное образование и так далее. Потому что сегодня уже все слышание говорят о том, что зачем нам высшее образование? Греф заявляет, зачем вообще в школе математика? Вообще зачем математика? Ну давайте мы от всего начнем отказываться. И в итоге, конечно, мы к чему-то придем обязательно. Но к чему только вопрос. Детские амбутсмены, в том числе федеральная амбутсмена Анна Кузнецова, тоже перед Новым годом заявила о том, что проведено исследование и довольно агрессивная атмосфера царит в современной российской школе. И тоже там какие-то предлагаются меры, чтобы эту агрессию снимать. Но по большому счету, так или иначе, какие-то вот такие неуставные армейским языком выражаясь отношения, они в школе были всегда, какие-то конфликтные конфликты. Но я связываю это с тем, что у нас расслоение общества просто в том числе усиливается. И поэтому вот это все выливается в какие-то очень яркие и жесткие примеры. Вот если бы эта защитница детей начала бы с того, а почему сегодня в школе такая атмосфера возникла? То есть три в корень, да? И проанализировала бы эти причины. И тогда бы стало понятно, что делать. А если это не анализируется, а нужно какие-то меры принять, вот как с той же охраной школы. Вот давайте мы охранять будем школы. Для чего охранять? Для кого охранять? И непонятно, так сказать. Так вот надо бы проанализировать. Если сегодня ребенок с утра до вечера на экране видит одну жестокость, извините, это все проецируется потом в отношениях между товарищами, между сверстниками и так далее. Вот откуда жестокость-то растет. А если этого никто не понимает или не хотят открыть глаза на такую вещь? Ведь, собственно говоря, сегодня начали уже известные деятели, так сказать, культуры говорить. Ну что ж такое? Посмотрите, вот новогодние праздники, огоньки эти все. Ну это же шуточина какая-то. Это же насмешка. Здесь ничего доброго нет. Здесь только просто голый, так сказать, интерес, как можно больше заработать. И ничего больше. И поэтому так везде. Так вот если с этого она бы начала и сказала, да, вот сегодня в стране, в детской среде происходят такие-то вещи, потому-то, потому-то тогда бы можно было с ней или поговорить, или, так сказать, обменяться мнениями. А сейчас непонятно, давайте, ребята, у нас плохая обстановка, давайте мероприятия, какие мероприятия повезут на школу, в чем, никто не знает. В общем, речь-то не идет, речь идет не об агрессии в школах, а о агрессии вообще, которая нас окружает. В которой, да, в которой сегодня находится сам ребенок. Вот это агрессия, внешняя агрессия. Анатолий Михайлович, спасибо. Еще минута у нас буквально остается. Я прошу вас рассказать, я, к сожалению, не знаю, вы как-то участвовали в судьбе Музея истории народного образования, кроме того, чтобы мы с вами в предыдущих встречах... Участвовал, участвовал. Расскажите, просто появилось сообщение учредителям Музея истории Хлынова, Валерия Федева, о том, что вопрос решен, музей останется. Скажите. Понимаете, дала ответ министр образования Кировской области Рисе Ольга Николаевна, что мы даже не хотели музей закрывать. Меня, конечно, вообще-то как-то покоробило, потому что все говорят о том, что музей закрывается, теперь не хотят. Музей пусть остается. Но сегодня есть информация о том, что часть помещения этого музея уже забрана. Я еще, честно говоря, не разбираться будем с этим вопросом, но зачем было затевать все это вообще бодягу? Музей создан, музей работает, и работал, и работает, поэтому надо его развивать, надо ремонтировать, здание подать музей и так далее. Но, к сожалению, тут тоже не хватило, видимо, разумности какой-то всем, чтобы не трогать то, что работало и дает эффект. А то, что сегодня ответ такой есть, что мы трогать музей не будем, ну, ради бога, зачем трогать? Подождите, я сейчас статус такой не могу понять. Музей остается? Остается якобы. На Московской 33 остается? Да, на Московской 33, но вот по данным людей, которые, так сказать, очень близко касаются жизни этого музея, часть помещения уже изъята. Поэтому есть вопрос, как он остается? Они сейчас пустуют, эти помещения, или что там? Не знаю, не буду говорить, поскольку мы собираемся тут этим вопросом заняться поплотнее, поскольку я надеялся, что раз ответ получен, что музей трогать не будут, то зачем, вроде, так сказать, поднимать еще раз эту волну? А оказывается, есть... Но вот Валерий Иванович написал, что были свидетели, что Рысева сказала, что никуда музей не денется. Правильно, и я читал ее ответ. Ответ такой, что мы вообще не хотели, так сказать, трогать музей. Ну, это же не правда. В общем, история не закончена еще. История не завершена, так сказать, еще будут проблемы. Хорошо, будем следить. Хорошо. Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования. Особое мнение на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова